Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, проживающие здесь, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в России, в Украине, где бы вы ни проживали, я хочу вот обратиться к вам сегодня с этого места, с офиса библейской миссии и альянса евангельских христиан-баптистов здесь Америки. Бог благословил нас так, что мы каким-то образом начали совместное служение, и мы видим в этом руку Господа даже в том, что открывается здесь офис. Я первый раз сегодня здесь, вот в этом помещении, в этих комнатах замечательных, и я просто в восторге, как Бог благословил, как Бог посылает своих тружеников, волонтеров, тех, которые хотят потрудиться и что-то сделать для Господа. Замечательные комнаты, замечательное место, но самое замечательное, что в этих стенах Божьи люди, посвященные, отдавшие самих себя на служение для Господа, это очень важно и самое главное, вот о чем мы говорим. Поэтому я призываю всех, кто имеет хоть какое-то отношение вот к альянсу, кто имеет какое-то отношение к библейской миссии, укреплять эту дружбу, трудиться от всего сердца для славы нашего Господа, потому что не всегда так будет, не всегда будет благоприятное время, а сегодня нам дал его Господь. Ну, хотелось бы обратить особое внимание вот на то, что делается уже совместными усилиями библейской миссии и альянса. Вот в руках я держу календарь, календарь текущего года, где расписана на каждый месяц вот тема, которая говорит нам о Христе. На август месяц Слово Божье есть хлеб, и мы говорим, что хлеб это, в общем-то, ну, важный продукт в жизни человека. Я имею в виду, когда читаю Библию, написано, хлеб укрепляет сердце человека. Это библейское слово, это хлеб, который мы имеем на наших столах в домах. Но когда мы говорим о хлебе жизни, то мы имеем в виду Слово Божье. И вот август месяц, август месяц, как раз на эту тему. Как бы хотелось, чтобы если кто-то еще, ну, может быть, равнодушно к этому относится, каким-то образом не читал, не открывал, возьмите календарь, приобретите, открывайте. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящих из уст Божьих. Друзья мои, вот этим словом, вот этим хлебом Господь отразил нападки Искусителя в пустыне. Когда он был искушаем, то Господь ответил, не хлебом единым будет жив человек. Я хочу, чтобы каждый христианин вот в своем доме, в своем сердце, в семье, в церкви, он мог понимать, что это важный момент, это важный урок, вот познать, что Слово Божье есть хлеб. Я верю, что мы все нуждаемся в духовном росте, мы к этому стремимся, мы ищем пути для духовного роста, мы ищем возможность духовно возрастать. Я верю, это желание многих христиан, вот, искренне любящих Господа. И вот один из путей, дорогие друзья, это как раз размышлять, что Слово Божье есть хлеб. Мы все прекрасно знаем, каким образом появляется буханка хлеба, вот, когда произрастают зерна там на полях, колосится рожь, пшеница, вот, потом все это собирается, перемолачивается, вот, замешивается, и появляется буханка душистого хлеба. Как бы хотелось, чтобы все христиане во всех концах земли, как отдельные зернышки, могли составить вот эту буханку хлеба, и чтобы от нее исходила вот эта живительная сила Божьего Слова. Пусть для нас, дорогие друзья, как нуждаемся в хлебе каждый день, так будем нуждаться в Божьем Слове каждый день. И не один раз, а может быть с утра до вечера, ложась, вставая, гуляя по городу, отдыхая, работая, помнить и питаться вот этим хлебом. Это очень и очень важно. Это мое искреннее пожелание, и я верю, что оно достигнет ваших сердец, и вы сами получите духовный рост, и от этого роста получат рост и другие. Пусть Господь вас благословит. Это чтение на каждый день календаря на этот месяц август, но мы имеем уже такое благословение, дорогие друзья, и уже выпущен календарь на 17-й год. Мы переживали очень сильно, что когда календарь выходит позже, где-то к Новому году, то люди уже наберутся календарей то там, то там. И мы на последнем совете сказали, давайте выпустим его где-то в августе, чтобы наши верующие не смогли еще купить где-то календарей, чтобы наш календарь был первый. И слава Богу, я держу его в руках, это величайшее благословение. Календарь вышел, к концу августа получат почти все церкви, и это будет очень и очень чудесно. Я призываю вас, дорогие друзья, когда получите в церкви календари, сделайте так, чтобы в каждой комнате вашего дома висел календарь. Для мамы один, для папы один, для сына один, для дочери один, чтобы не бегать в одну комнату, встал сынок, перед глазами календарь. И эти слова «Я есмь» – это слово о нашем Господе Иисусе Христе. Посмотрите, «Я есмь свет миру, я есмь путь, я есмь лоза, я воскресение жизнь, я дверь овцам, я пастырь добрый, я есмь истина, я есмь хлеб жизни». Друзья мои, «Я есмь» – это все в Иисусе Христе. Это проповедь, это Евангелие записано здесь. И как бы хотелось, чтобы оно было в каждом доме, в каждой комнате для ребенка и для родителей. Если бы мы не знали Господа, если бы Он не мог сказать «Я есмь», и все то, что вы здесь на первой странице, не было бы этого офиса, не было бы библейской миссии, не было бы альянса, не было бы замечательных людей, которые трудятся вот здесь, посвящая свое время и здоровье. Поэтому заканчиваю, хочу поблагодарить и руководство библейской миссии, и особо хочу поблагодарить, он стоит там на заднем плане. Ну подойди сюда, Костя, подойди сюда, конечно, да. Благодаря вот этому человеку, мужу Божьему, на вид кажется такому хрупкому, но в нем столько энергии, в нем столько дерзновения, столько любви к Богу, любви к делу Божьему. И благодаря в огромных процентах его заслугам стало возможным то, что мы сегодня здесь видим. И я всех вас прошу, молитесь за Константина, за его команду, которое трудится здесь, и мы верим, что Господь употребит каждого, и Евангелие распространится, и Царствие Божие расширится, и еще многие души придут к Господу. И мы с Костей здесь, потому что мы знаем того, кто я есть. Если бы не было Христа, мы бы не знали друг друга и не трудились бы. Аминь! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok